Здравствуйте! В эфире субботняя информационная программа Вести Карачаева, Черкесия. С вами Руслан Жукаев и коротко о главном. Для коллективного иммунитета нужно привить около 70% населения. Роспотребнадзор о ситуации с ковидом в республике и о мерах профилактики. Реабилитация для переболевших коронавирусом. Санаторий Озон в Тиберде открыл свои двери для всех желающих улучшить свое здоровье. В поле их деятельности входят вопросы совершенствования законодательства. В свой профессиональный праздник готовятся отметить сотрудники подразделения правового обеспечения войск на ЦБАРДИИ. Стабильной, но сложной назвали сотрудники Роспотребнадзора ситуацию с распространением ковид-19. В Карачаево-Черкесии речь идет о третьей волне пандемии. По данным статистики, заболеваемость медленно растет за последние полторы недели. В республике, как и по всей стране, наметился небольшой, но стабильный рост числа заболевших. Кроме того, отмечается низкий рост числа привитых граждан. На сегодняшний день первую стадию вакцинации прошли 15% от общего числа жителей. Полностью завершили вакцинацию 12% населения. Для создания эпидемиологической коллективной защиты необходимо около 70%. В республике продолжают действовать ограничительные меры по профилактике ковид-19. Указ главы от 17 марта 2020 года остается в силе, который подразумевает. Я напоминаю просто, дело в том, что люди расслабились, люди уже забывают о том, что нужно выполнять эти меры профилактики. Но эти меры профилактики не отменены. Мы должны об этом помнить всегда. Мы должны помнить о том, что в общественных местах, в закрытых помещениях мы должны всегда пользоваться защитной маской. Маску нужно менять каждые 2-3 часа. Сейчас это очень важно, потому что лето, жарко, собирается конденсат, маска быстро выходит из водности. Также нужно помнить о том, что режим дезинфекции также остается в силе. Мытье рук, обработка рук, обработка поверхности в общественных местах. Сейчас это очень актуально. Нужно быть очень точным и пунктуальным в этом отношении. После перенесенной коронавирусной инфекции нужно отнестись с особой тщательностью к восстановлению здоровья. Реабилитация после ковид-19 в санатории позволяет снизить остаточные явления от перенесенного заболевания, а также быстрее восстановиться и вернуться к полноценной жизни, говорят специалисты. Теперь у жителей Карачаева Черкесии есть возможность отдохнуть, а самое главное – поправить свое здоровье, не выезжая за пределы Карачаева Черкесии. Санаторий «Озон» в Тиберде готов принять всех желающих. Как будет проходить реабилитация и кому она показана, расскажет Алла Качиева. Понять, что требуется реабилитация после перенесенного коронавируса, просто. Прислушайтесь к организму, когда вас сняли с медицинского наблюдения. Главным сигналом для пациента должна стать утрата прежних ощущений от жизни. Если после лечения от коронавирусной инфекции еще долгое время сохраняется одышка, обострение хронических заболеваний, слабость, нарушение сна и аппетита, снижение трудоспособности, остаточный кашель без температуры и выделение мокроты, то вам непременно сюда – в санаторий «Озон». Природные факторы города-курорта Тиберды позволяют в полной мере осуществлять реабилитацию пациентов, перенесших коронавирус. Посмотрите, какие здесь голубые ели, какой здесь воздух. Уже нахождение здесь проявляется лечебным эффектом. Кроме того, санаторий оснащен физиотерапевтическим оборудованием, которое точно так же способствует восстановлению после перенесенных заболеваний. Данный курорт противопоказан пациентам с заболеваниями сосудистой, сердечно-сосудистой системы. Кроме того, заболевания органов движения, заболевания органов пищеварительной системы мы также готовы принимать, оказывать санаторно-курортные услуги данной категории граждан. Здесь предусмотрено все – медицинское обследование, аппаратное и климата, и физио- и фитолечение. Штат из докторов разного профиля сформирован. Главный врач санатория рассказывает, что в здравнице имеется необходимое современное больниологическое оборудование, которое способствует восстановлению жизненно важных функций организма, улучшению обмена веществ безмедикаментозно. Это магнитотерапия, лазеротерапия и не только. Если вы видели фильмы, одевается масочка, вот эти две трубочки вставляются в нос, вот так, как в фильмах, если вы видели, в реанимациях может лежать человек. И вот он в положении лёжа 20 минут через нос вдыхает чистый кислород, который из кислородного концентратора поступает. Он проходит через специальный увлажнитель, поэтому он безопасный для дыхательных путей, он не обожгёт, не сожжёт ничего. То есть, в принципе, очень безопасная процедура и очень эффективная. 20 минут в день этого достаточно для того, чтобы насытить кровь кислородом, чтобы она дошла до самых отдалённых капилляриков, сосудиков, которым не хватает питания. Эффективность климатического лечения бронхолёгочной системы в Тиберде доказана специалистами уже давно. Санаторий «Озон» в этом году разработал специальные программы для реабилитации и улучшения состояния организма. Это сухая углекислая ванна. Предназначена сухая пара углекислая. Предназначена для процедуры, называется углекислые ванны. Значит, суть заключается в том, что сюда садится человек, в ванну. Здесь стул. Вот таким вот образом она открывается. Человеку удобна посадка. Значит, эффект достигается тем, что данная ванна закрывается полностью герметично. Можете попробовать. Так. Так. И? Ну, соответственно, вы накрываетесь данным чеклом, и ванна закрывается, и создаётся, нагнетается сюда углекислый газ. Создаётся пара углекислый эффект. Углекислый газ создаёт среду, при которой усиливается приток крови к наружным органам кожи, ногти, и в том числе к органам, которые, ну, скажем, суставы, там, пищеварительный тракт. За счёт этого усиливаются обменные процессы. Соответственно, происходит восстановление, обновление клеток, и повышается самочувствие. Тишина, горный воздух, хвойный лес, чистые реки. Что ещё нужно для настоящего отдыха и восстановления сил, особенно если вы побороли ковидную пандемию? Здесь уверены, за 21 день, проведённый на знаменитом курорте, можно вдоволь насладиться природой и отдохнуть от городской суеты, и увести с собой массу незабываемых впечатлений. Давным-давно уже изучены эффекты отрицательных ионов на организм человека. Концентрация отрицательных ионов на территории санатория Озон составляет более 5000 на кубический сантиметр, то есть оснащение такое. А в городах достигает всего лишь 80. Это является одним из наилучших факторов для оздоровления после такого тяжелого заболевания, как коронавирусная инфекция. Алла Качиева, Расул Бердиев, Вести Карачева, Черкесия, Тиберда. Сейчас о погоде на выходные, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. Субтитры подогнал «Симон» В поле их деятельности находятся вопросы совершенствования законодательства и иных нормативно-правовых актов в сфере оборота оружия, частной охранной и детективной деятельности. 5 июля свой профессиональный праздник отметят военнослужащие, сотрудники и гражданский персонал подразделений правового обеспечения войск Национальной гвардии Российской Федерации. О том, как проходят будни юристов управления вневедомственной охраны войск Национальной гвардии Российской Федерации по Карачаево-Черкесской республике, расскажет Александр Коваленко. Доброе утро, дорогие телезрители! Я рада приветствовать вас на нашей постоянной рубрике «В гостях у Росгвардии». И сегодня мы отправимся в отделение договорно-правового обеспечения. На хрупкие плечи женщины-руководителя отделения договорно-правовой работы Кристины Паныч возлагаются далеко не простые задачи. С ними я справляюсь с легкостью, уверяет нас руководитель. Ведь еще будучи школьницей, мечтала быть юристом. К своей мечте шла решительно. Она отлично училась в школе, с интересом впитывала знания в ведомственном вузе. Сегодня этот высококвалифицированный специалист блестяще выполняет и свою работу, подходя к ней с полной ответственностью. Трудовая деятельность Кристины Паныч начиналась с должности юрист-консульт. Должность юриста мне очень близка, интересна. Она в первую очередь не просто расширяет кругозор, она начинает открывать глаза на многие вопросы, которые раньше для тебя казались не важны. Даже в самой обыденной жизни. Мы знали, что есть конституция, есть федеральный закон, есть какая-то нормативно-правовая база. Но углубиться в это всегда не хватало времени, то есть были какие-то помимо этого занятия. И в связи с этим, придя на эту должность, изначально я была юрист-консультом этого отделения, я поняла, что здесь есть куда расти, здесь есть что узнавать, к чему стремиться. Собственно, этому я посвятила последующие годы. На сегодняшний день в выборе профессии я не сомневаюсь. Я уверена, что я смогу идти дальше, достигать еще большего. В нашей съемочной группе Кристина Паныч пояснила, какие функции возлагаются на юридическую службу подразделения вне ведомственной охраны в области договорно-правовой работы, помимо правового информирования, консультирования и защиты интересов сотрудников в рамках закона. Также это правовая экспертиза, то есть до подписи руководителя каждый документ, каждый нормативно-правовой акт, он в первую очередь подвижит правовой экспертизе в нашем подразделении. И лишь после этого он может быть подписан нашим руководителем. То есть правовая экспертиза несет очень важный этап в подписании любого документа. Также мы занимаемся договорно-правовой работой. У нас на сегодняшний день охраняется огромное количество объектов, также пхигов, и с каждым годом их число только растет. К сожалению, не обходится без дебюторской задолженности, то есть своевременная оплата договорных услуг не всегда предоставляется возможным, также не всегда встречаются добросовестные заказчики, в связи с чем дебюторская задолженность растет, а на борьбу к ней призваны именно мы. То есть сперва мы решаем этот вопрос в претензионном порядке и дальше уже в судебно-исковом. Достижение успехи в деятельности этого отделения – результат слаженной работы профессионального и дружного коллектива, где главным качеством каждого сотрудника является целеустремленность и желание совершенствовать свои знания день ото дня. Меня окружают люди очень надежные, мое отделение, с которыми мы, в принципе, решали за столь непродолжительный срок очень много серьезных судебных споров, разбирали какие-то вопросы в претензионных порядках. То есть проделана глобальная работа и будет проделана еще больше, есть цели. Хотела бы поздравить в первую очередь своих коллег, всех юристов, которые выбрали этот путь, которые верно идут к своей цели, которые следуют нормам закона, не приступая его, которые несут благо, я считаю, в глобальном смысле этого слова, потому что быть юристом – это очень непросто. Желаю всем легких процессов, побед во всех начинаниях. Своим коллегам Кристина Паныч пожелала легких процессов и продолжать плодотворно вести работу на поприще правоведа. Ведь грамотный подход к делу – один из факторов, обеспечивающих высокие показатели законной деятельности. Это все, о чем мы успели вам рассказать в рамках этой рубрики. А мы также присоединяемся к поздравлениям, желаем сотрудникам отличного здоровья и успеха в работе. С вами была Александра Коваленко. На этом субботний выпуск «Вестей» подошел к концу. Приятных выходных и всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова